Празднование 500-летия Евангелизации Филиппин началось с этого шествия. Многие участники были одеты в традиционные наряды, и двое из них несли крест Магеллана и статую младенца Иисуса из Сибу. Они двигались в такт в песне благодарения Бату Балани Сагугма. В это воскресенье Великого Поста Папа Франциск был в розовом облачении. Этот цвет олицетворяет надежду, как напоминание о том, что после боли приходит радость. В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул огромную способность филиппинских женщин к евангелизации. Я много раз говорил, что здесь, в Риме, филиппинские женщины являются контрабандистами веры, потому что где бы они ни были, они работают и сеют веру. Это, простите за выражение, генетическая болезнь, но болезнь замечательная. Держитесь за это. Папа Франциск размышлял о безусловной любви Бога. Он сказал, что церковь должна идти по его стопам и подражать ему. Если Бог любит настолько, чтобы отдавать себя, то у церкви также есть эта миссия. Она была послана не для того, чтобы судить, но чтобы приветствовать, не навязывать, а сеять. Церковь призвана не осуждать, но нести Христа, который есть спасение. В конце торжества бывший архиепископ Манилы кардинал Луис Антонио Тагли поблагодарил Папу за возможность отслужить эту мессу. Он отметил, что в настоящее время 10 миллионов филиппинцев эмигрировали в поисках работы. Когда наступают моменты одиночества, мы, филиппинские мигранты, обретаем силу в Иисусе. Менее 200 человек были допущены к участию в этом мероприятии из-за мер по борьбе с коронавирусом. Но это не умолило праздничной атмосферы.